А в КТ смотрим, смотрим КТ. Тут технически самое сложное, это вот эта часть, вот вторая. Это честно, да, потому что иногда это очень мутерно и долго получается. Сшить или поймать? Нет, сшить это быстро, сшить это 2 минуты. А как это вот, ну понятно, ну вот и лежит вот этот вот мышиный, пардон, хвост. А для мышиного хвоста я вам другой метод сейчас покажу. А, вот. Я вам не предлагаю, вы просто не сделаете там, там разорвется. И у меня, и у вас, и у кого угодно разорвется. Я вам больше скажу, это вы сейчас тут мне что-то говорите, ЦУР знаете, что предлагает? Он вот сюда заводит без разрезов, он вот этого не делает, он тоннелирует и вот отсюда расщепляет с двух сторон нёбно и вестибулярно и вытягивает его вниз. Я честно пробовала один раз это сделать, у меня всё... Да, он трансплантат туда ставит. Не знаю, насколько мне известно, если костные пики тоже убыль кости, то это может, ну, не запутать, то есть у неё костная поддержка. А у неё есть костная поддержка, а сосочек ушёл. Для этого класса, для первого можно использовать пока без трансплантата, я всё-таки считаю, что тоже лишним эти все травмы операционные наносить тоже не имеет смысла. А вы, кстати, знаете, что у пациентов с ревматоидными артритами и ревматоидными факторами, и вообще с заболеваниями, с какими-то суставами, вот эти все гели, гиалуроновые и так далее, они не работают. Они взаимодействуют на антигенном уровне и выводятся просто из организма. Ну так. Если это классно из практики, будет работать как классно. Классно работает, да, и это коронки коротковатые. И ещё 20 лет, и через полгода через среду, и по программам. Да, просто через три виски. И такие сутры, это прям большие. Наверное. Забыл, я вам что-то, нет, я прошу этого, у меня реверализация, я за это запутал. Я не против биореверализации, я вообще как бы сторонник, что той операции, которой не было, она самая лучшая. Но у меня есть пациенты, которые хотят оперировать это. Я бы так не сказала, я, например, очень люблю свои зубы, я бы тоже не хотела, чтобы у меня были какие-то щели между зубами дурацкие, чёрные, треугольненькие. Я, видите, работаю с пациентами, которых это парит. Я же их не ищу, они сами ко мне приходят со своими запросами, да. Но мужчин у меня немного. Потому что у мужчин редко бывают зубы. У мужчин просто другие приоритеты. Они приходят, когда уже там... Ну, когда вот эти зубы вот сюда, вот так вот они вываливаются, да. Первый класс по тарну. Ну, вот я вам нарисую специально вот таким узеньким. Такой непонятно, что с этим делать. Есть чудный, я очень люблю этот метод. Он называется итальянский галстук. Вы делаете раз вертикальный разрез, два вертикальный разрез. А вот здесь вот, вот так пол разреза. И вот сюда, вот тут расщепляетесь опекально. Ну, как мы вчера делали. Вот это все отслаиваете полнослойно. Вот этих разрезов. И просто потихонечку его рассекаете и опускаете вниз. Фиксируете в новом положении. Здесь фиксируете в новом положении. Без ничего. Это первый класс. Он будет там стоять. Ничего там сложного. Мне кажется, вот эта операция проще, чем вот эта. Скажите, это как бы, ну, получается, тоннельная техника, да? Она такая, нет. Видите же, у нас вертикальные разрезы здесь. Вертикальные разрезы. А вы надкосницу рассекаете? На полнослойный лоск до... Это значит, до коси. Сейчас. Мы расщепляем, мы не рассекаем надкосницу. Надкосницу рассекают в челюстно-лицевой хирургии. А мы расщепляем, мы не травмируем, мы отсоединяем слизистую от мышц. Извините, пожалуйста, можно мне еще раз вопрос? Я не совсем понял, что у нас два вертикальных разреза... Полнослойных. 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 Трактически до этой самой... Да, вместе с надкосницей, слизистой надкосничной лоскут, вот этот, он полнослойный. Без каких-либо... Мы начинаем расщепляться только вот в этом месте, чтобы вывести вот эту плюс ткань сюда. А как ее ровно, в смысле композиционные швы? Того не стоит. Взяли, воткнулись, прошили, завязали, прикрепили композитом с двух сторон. Все. Какая продолжительность? Ну, в смысле, через две недели сняться? Да. Сосочек от трех до шести месяцев восстанавливается. Ну, в первый класс нет, они у всех растут. Мне кажется, он должен будет расти, если в принципе его все равно уже потревожили. Он все равно будет как бы... Какие у вас предложения? Просто там скальпелем поводить и оставить? Нет, ну я помню, что когда я училась в институте, у нас была техника множественных келетажей для того, чтобы рост сосочек. Есть такая, да, есть партнерологическая такая техника, в институте нам преподавали когда-то, что вот если вы делаете постоянный келетаж от постоянной травмы, там, типа, как-то его раз в месяц надо проводить, и тогда у вас там вырастет все. Ничего сомнительного. Ну, я предпочитаю один раз. Я боюсь, что через полу месяца сосочек будет даже больше. Я так и пробовал. А что у вас не получилось, как вы думаете? Я не знаю, но просто результата не было. Результат был наоборот врицательный. Уголь в сосочках еще больше. Почему? Я не знаю, почему. А что, ну вот вы подумайте, что вы могли сделать не так на основании того, что мы сегодня обсуждали. Я вот смотрю, и единственное, что я в этих образцах нашел, естественно, я никогда не знал. А как вы ушивали это? Рук не мог ушиваться. Фиксация на небо. С петлей здесь, да? Ну, это классическая, да, эта история. А что, сразу после операции было осложнение у вас? То есть, наверное... Ну, правда, дело, через полтора-два месяца поцелу, когда припадил, я видел, что зубодистовый сосочек, наоборот, стал меньше, чем был в том операции. Вообще, зачем это произошло? Ну, понятно. Я не знаю, я думаю, что здесь какая-то просто техника, чисто техническая ситуация, возможно, чрезмерные травмы в момент препарирования. Ну, мы оттолкнулись сразу с вами от того, что все, что касается вот этих вмешательств, это микрохирургические инструменты. И никак. Микрохирургические инструменты, наверное, не работают? Ну, возможно, просто... Возможно, что с этим тоже есть вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.